Республиканская Олимпиада студентов и школьников, посвященная первопечатнику Ивану Федорову, проходит в два дня – 24 и 25 ноября. Ключевая ее цель – повышение познавательного интереса студентов к русскому языку, русской культуре, истории русского письма и книгопечатанию в России. Олимпиада включает задания по разделам языкознания, выявляющие уровень сформированности языковой, лингвистической, коммуникативной компетенции, а также по истории русского языка и книгопечатания в России. По словам доцента кафедры русского языка и методики его преподавания ФМК Зульфии Юсуповой, главной особенностью данной Олимпиады является ее неповторимость, ведь ни одной другой такой больше нет. Наши участники, школьники и студенты, конечно же, будут отвечать на вопросы и задания, связанные не только с биографией, с деятельностью Ивана Федорова, а также они ответят на задания и вопросы, связанные с историей русского языка, с этимологией слов. Я думаю, что предложенные в этом году задания им понравятся и они с удовольствием их будут выполнять. Олимпиады проводятся для двух категорий участников. Первая категория участников – студенты среднеспециальных и высших образовательных организаций всех направлений подготовки, а вторая категория участников – школьники с 8 по 11 классов. В этом году мы предлагаем для каждой категории участников по 8 заданий. Задания школьников и задания студентов будут отличаться. У нас задания разные. Есть исследовательского характера заданий, работа с церковно-славянским текстом, попытка его перевести на русский язык. Есть задания, связанные с решением ребусов или кроссвордов, связанных с книгопечатанием. И вообще, насколько наши участники вообще понимают, как появляется книга. Отметим, что Олимпиада проводится с 2014 года. И с каждым разом количество желающих побороться за звание самого начитанного становится все больше. В этом году участники получат сертификаты и ручки, а призеры и победители – дипломы и подарочные сертификаты книжного магазина. Карина Саяхова, Аделина Абдрахманова, Александр Кузнецов, Универньюз.